Кинопроекторы Лероя Лоста и Латама так и не стали популярными в силу разных причин. Однако, в Соединенных Штатах нашлись изобретатели, которые смогли представить уже коммерчески успешные образцы устройств. Томас Армат и Чарльз Фрэнсис Дженкинс познакомились еще во время учебы в электротехнической школе в Вашингтоне. Вместе они решили объединиться для разработки кинопроектора, который назвали фантоскопом, использующего новый вид механизма прерывистого движения. Фантоскоп получил механизм, который препятствовал чрезмерному натяжению пленки, предотвращая ее разрыв. Они, по сути, придумали свою петлю Латама, одновременно с Латамом и Лостом. В сентябре 1895 года изобретатели представили свои устройства публике в Атланте, а 30 октября провели сеанс в Ричмонде. Однако, несмотря на успех, между ними возникла ссора из-за прав на патент. Дженкинс хотел получить патент единолично, ведь он начал работу над проектором еще до знакомства с по сообщению газеты «Ричмонд Телеграмм», от 6 июня 1894 года Дженкинс даже устроил демонстрацию для своих родителей, друзей и журналистов, показав собственный фильм, в котором танцор Водевиля исполнял «Танец бабочки». Интересно, что фильм демонстрировался в цвете. Пленка была черно-белой, но каждый кадр был раскрашен вручную. История взаимоотношений Армата и Дженкинса подается с разных сторон. Например, некоторые источники придерживаются мнения, что причина ссоры состоит в том, что Армат украл у Дженкинса его изобретение. Дженкинс получил патент на фантоскоп, а Армат на его модифицированную версию, которая также называлась фантоскопом. В конце ноября 1895 года Армат направил письмо директорам Кинетоскоп Компани, в котором сообщал о своем изобретении кинопроектора и предлагал купить у него патент. Компания Рафа и Гамона занималась реализацией кинетоскопов Эдисона. После выпуска Мьютоскопа, более простого, надежного, а главное дешевого устройства, они начали испытывать трудности. Кинетоскоп Эдисона стал проигрывать конкуренцию Мьютоскопу, который становился все популярнее. В ответ Раф и Гамон понизили отпускную стоимость кинетоскопа со 100 до 70 долларов. Но было очевидно, что вскоре компания начнет производить устройство себе в быток. Решением проблем в этой ситуации был бы кинопроектор, ведь новый способ показа фильмов был более прибыльный и перспективный. Но Эдисон, несмотря на настойчивые просьбы своих партнеров, не спешил приступать к разработке проектора. Письмо Армата стало спасением для компании Рафа и Гамона. Они сообщили о своих планах в Эст-Орэндж и получили одобрение Томаса Эдисона, а 15 февраля 1896 года купили патент у Армата. Фантоскоп был технически более совершенной машиной по сравнению с изобретением Томаса Эдисона. При прокрутке пленки фантоскоп делал паузу на каждом кадре, достаточную, чтобы мозг успел зарегистрировать изображение, в отличие от кенетоскопа, который просто прокручивал пленку. К тому же кадры подсвечивались источником света, что в целом давало более качественную иллюзию движения. Но, как считали Раф и Гамон, этого было недостаточно, чтобы добиться коммерческого успеха. Им удалось уговорить Армата отказаться от авторства своего изобретения, уговорив хранить молчание. Так, фантоскоп был переименован в витаскоп и 3 апреля 1896 года был представлен прессе на закрытом показе, как новое чудесное изобретение Томаса Эдисона. 20 апреля 1896 года в витаскоп был представлен публике в одном из крупнейших мизик-холлов Нью-Йорка. В программе было показано 12 фильмов, в основном снятых студией Эдисона. Это был успех, который пророчил новый виток в развитии бизнеса. Однако Чарльз Фрэнсис Дженкинс, второй патентообладатель, не собирался сдаваться. Он обрел популярность со своим фантоскопом на юге и собирался покорять восток США. Презентация в Чикаго должна была стать серьезным шагом для изобретения Дженкинса. Перед премьерой фантоскопа представитель компании Рафа и Гамона подкупил механика, который сорвал представление. Фантоскопу был оказан холодный прием, и после двух недель безуспешных представлений он покинул город. Долгие судебные разбирательства по поводу патента на фантоскоп закончились тем, что Дженкинс согласился на компенсацию, отказавшись от прав за 2500 долларов. Следующий его проект с аппаратом, оснащенным 20 линзами, оказался провальным. После этого Дженкинс больше не занимался киноизобретениями. Продолжение следует...